Привет, ребята! Я в морях, где Олимпийские игры были в 2014 году. Это красивая природа Сочи. Смотрите мой канал, и мы идем дальше. Это Олимпийский стадион. Олимпийские игры открыли здесь. И это как Олимпийская флама, знаете? Русские известные спортсмены открыли. Сделали огонь в него, знаете? Да, я помню эти Олимпийские игры. И я также помню, что на американском канале Американском канале, когда показывали визуально красивые открытия открытия, они открыли много сцен, знаете? Американцы не видели всю красоту открытия Олимпийских игр. Я не помню, что было причина, но они открыли коммерциалы, знаете? И некоторые политические причины, может быть, знаете? Но это Олимпийский парк, видите? Люди очень счастливы. Но для того, чтобы приехать в этот Олимпийский парк, и затем в гостях, нужно взять тренинг. Германский тренинг из Сименс. Германская компания Сименс. Но сейчас они производят в России через Германский лицент. Германская компания Сименс. И, да, в Собиет-тиме, это было очень много тренингов. Но, да, 50 миллион долларов spent на строительство для этих игр в Сочи. И это самых опасных Олимпийских игр. И, да, и, да, здесь, для вас, лишь для того, чтобы понять, вы можете видеть что тренинг походали на море потому, что это было cheaper для строительства так как для строительства для строительства и еще есть много для строительства и вы можете видеть которые called very wave cutters who protect the cost from big waves you know it was made in soviet times and sochi is one of the longest the second longest city in the world after the mexico in mexico mexico city yeah 145 kilometers long and through the whole city you have this sea protection so-called wave cutters you know wave destroyers and go even further to abhazia not officially independent republic then georgia yeah up to like turkey border you know i think it's very unique Russian traditional kettle there are three ski resorts in these mountains very big one but i chose the one where you could can climb up to two thousand three hundred meters up you know using this up this things which takes you up i don't know how to say in english yes and while going up you can see this olympic villages there are ones on the sea and ones in mountains where athletes sportsmen used to live and now they are turned into the hotels you know and it's still very popular people come here there are no place because of this especially pandemic people go to sochi but crazy prices it's crazy prices but here you can see this portal with a lot of flags of many countries and i'll show you some countries who send me money you see here is the russian flag canadian flag canada people send me money france french people send me money british people send you know what german people sent me send me money was well yeah but americans also sent me money but i don't see their flag here maybe american flag is banned uh sanctioned in russians that's all that's all Зачем нам не надо? Наверное, автоматически там... Блин, сейчас скажи, не сфоткаешь ничего, потому что все грязно, это царапается. А стекла, наверное, они же удивляют. Ну да, это пластик. Офигеть, блин, жалко не снимешь. Ну да, я помню, да, 10 лет назад здесь как-то полно. Да, как красиво прям. Оля, я окошко толкаю, дверь открыть, блин. Девера. Страшно? Ставить кипиш. А какой кипиш? А революционер открывается. Посылок красивый. Видео, вау. Сьюка не удалась. Ой, как красиво, офигеть. Видео, что-то... Ого. Вау, здесь есть седина. Очень вкусно и холодно, но не так холодно. Это невероятно. Но эти кабины, они очень старые. Знаете, 10 лет назад? Виндосы были... Бля! Би! Би! Они были очень чистыми, но сейчас они очень плохие. Виндосы. Знаете? Так что... Вы не сможете снимать хорошие фотографии от них. Да, снег... Это плохо, что я не могу идти туда и поверить. Видно? Так что видно красиво, но... Вы просто хотите просто путешествовать в этой природе. Вау! 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 Это снегнадина. Но американцы его знают ети. Они его называют длинные. И они его называют bigfoot. Но они его называют snowmen. Это он? Я не знаю, это просто милый волкер, но я с ним. Я хочу волкер тоже. Многие русские верят в существе снега или бигфута. Я думаю, что он существует. Я не знаю, что у моего носа. Бигфута, но бигфута. Бигфута, это реально бигфута. Вау, это 31 сентября. Смотрите. Смотрите. И здесь, это немного длинное. Здесь холодно, может быть, около 15-16. Но это очень длинное. Потому что солнце гораздо ближе. И ты сможешь разрушить. Потому что это. Еще один снег. О, мое. Знаешь, какие-то злые американские говорят, что бигфута существует. И что на борту с Канадой. Вы говорите, что на борту с Канадой живет около 50 000 бигфутов. Но русские бигфуты, они более реалистичны. Они говорят, что в целом России... И Россия два раза больше, чем в Америке. Может быть, 200-300 видов. Вы знаете, просто остальные снега. Я думаю, что русские исследования больше. Я думаю, что русские исследования больше. 2,320 метров выше уровня. Олимпийские игры происходят в этих монтажах. Может быть, это на высшем уровне, где вы можете спрятать. В лазерном способе. Знаешь, в этих вещах. Да. Окей, что это видео? Вы... По-моему, спрашивайте в комментариях. Сколько это cost me, чтобы спрятать здесь. На высшем уровне. Возможно. 2,320 метров. Спрашивайте в комментариях. Апроximate price. Кто будет, да? Я буду рекомендовать партию. Вы хороший комрад. И, может быть, у вас будет хорошая позиция. Да. Класс. Да. Вот это крутяк. А что там-то было? Да, это самый топ. Что? Это вообще-то не то. Зачем приехали? Вот это я понимаю. Вот это кайм. Ну, уже давай. Довольная. А-ха-ха-ха-ха-ха. Все. Я насмеялась. Вот это. Вот это. А-ха-ха-ха. А-ха-ха-ха-ха. Да не надо вот так, как это. Вы знаете? Вот это форумулу-у-у-у-у-у-у-у-у. Вот это форумулу-у-уу-у-у-у! В смысле? Да, также есть трибуны. И вы можете услышать, что фрагов делали звуки. Великолепно! Великолепно! Итак, ребята, это все из-за прошлого олимпичного города, где атлеты были живы. Но теперь они все обращались в отеле и апартаментах. Знаете, какие речи русские, которые устраивали из-за москва-стайлов. Например, они переехали здесь. И у них много денег. Здесь очень красиво. Вы видите, даже BMW. Очень классная машина. И она обращается в красоте. В красоте, как в Америке. В красоте, как в Америке. В красоте, как в России. Все было вокруг. Но эта машина не работает. И в Америке, я видел, что большинство этих машин были в такой форме. Знаете? Вот. Здесь, например, мы можем видеть какие-то светлые. Но на этой машине не работает. Да, и это аэропорт. И идёт на море. Знаете? Здесь там, на Sydney. Здесь там, будет вероятнее отложение. Здесь должен находиться мест победы. И да,st intriguinglyasti, востреб var их. Здесь creatively lataеться. Здесь не обладали и rushed lumber. Продолжение следует...